у нас прогулка наметилась сейчас день ничего не снимала полдня будем гулять картошка а вот второй то я смотрю мы вчера купили два мешка здесь лежит один один здесь другой другой в другом месте прогулка на роликах всем привет друзьям ничего не записывала абсолютно полдня дома в смысле не полдня дома все дома у нас выходные я говорила у нас детей и вчера был выходной сегодня выходной завтра два выходных что-то причесалась называется опять голову помыла пятене в разные стороны попорщится сейчас прикажу так что мы сидим дома развлекаемся кто что-то чем занят валя поделки делать детей старший гуляет мы вот тоже гуляем вчера вчера были в костка и прямо некоторые люди загрузили конкретно свои тележки водой консервами батарейками будут передавать туда вышел ситуация там конечно плохая как пишут несколько лет потребуется чтобы восстановить вот это все он у нас там двадцать семь а вчера вообще хочет делать школьный автобус а это ж на на садик работает школа не работает а вон еще кого-то привезли это наверно из чартерной школы вот этом родители у нас вот туда именно приезжают автобусы из чартерной школы я не знаю откуда еще наши автобусы в другом месте останавливается так что новости продолжают приходить вот такие неутешительные абсолютно более 200 уже но я думаю все знают все и в россии новости эти транслировали более 200 погибших вот так вот школа нашей я это тоже сказала уже повторяюсь будет помощь собирать нужно принести очень много пунктов открытой в церкви в разных церквях принимают при школах при садиках что можно найти возможности помочь людям а вон мой взрослые дети вышли это наверно точно из чартерная школа дети взрослые вышли лин а линкольн это точно из чартерной школы дело в том что на автобусе прямо так и написано линкольн чартер скула лишь у них дети учатся в наших школах сегодня учительские дни учителя наши бедные работают а мы вот балбисничаем да валька пойдем кисуля машины да вот потому что надо детей забрать еще они не здесь живут до эта остановка сюда родители приезжают еще забирают дополнительно детей чартерные школы они далеко ну вот этот вот в линкольне где-то и у нас там линкольн этот находится даже не знаю кстати писали вот про кустики цветущие вот они вообще нарядно смотрятся очень нарядно и они могут свести розовым могут вот таким вот красным белым я не видела ли еще каким-то цветом это несчастье у нас а деревья деревья уже перестали почти цвести вот эти цвели вон остатки несколько кисточек цветет а так ничего нет пытаясь быстро просмотреть досмотреть сериал этот турецкий потому что он засасывает и нельзя остановиться каждая серия вот так еще заканчивается что кто-то сейчас там вот-вот какую-то тайну разгадает или там кто-то умрет или вот что-то такое случится и таким образом тебя заманивает следующую серию а времени столько нет чтобы вот просто сесть и сидеть и смотреть этот сериал вот несмотря на то что кажется что я балбесничаю целыми днями короче поэтому я прямо проматываю так плохо смотрю режиссеры фильма были бы мной недовольны ну мне хочется узнать да и про великолепный век я помню забыла сказать то что я говорю собственно про великолепный век турецкий сериал я сейчас говорю я просто вот без жалости я проматываю там от события к событию все одной сюжетной линии на другой что что-то проматываю там чтобы побыстрее расправиться там с толщим-то серий где взять столько времени это я закончу смотреть если я начну смотреть полностью по серии даже это я закончу смотреть к новому году поэтому вот так вот я и не хотела изначально начинать смотреть сериалы тем более ну на русском языке мне сейчас не нужно ничего такого смотреть поэтому вот так вот расправляясь над нами кружат вертолеты что последнюю неделю очень часто мне конечно не перевозят туда силы подкрепления и вот такие легкомоторные самолеты плюс провизию перевозят прямо вообще кружат кружат уже неделю дерево половина зеленая половина красная видишь красиво смотрится мы уже нагулялись прошли до парка обратно и все нам хватило уже дома сейчас сидела читала я думаю все слышали сделаю тишину тик вален на восточном побережье бастую сейчас работники в портах и из-за этого в общем люди опасаются что наступит дефицит каких-либо товаров и вот я нашла несколько статей посмотрела чего нам вообще опасаться за стоит ли вообще идти закупаться я такой принципе не хочется паниковать и и в общем исходя из статей американских на американских сайтах новостных там в общем каналах в основном то что они пишут может пострадать доставка бананов потому что там 75 процентов бананов якобы идет морем и поэтому вот не хватит может возникнуть их нехватка в магазинах потом могут возникнуть перебои с поставками алкоголя пока что из того что я перечислила особо ничего не волнует меня лично фармацевтика написано но какие-то может особые это лекарства не все потом автозапчасти электроника тоже какая-то там мобильные телефоны вот вот это основное так в принципе с остальным проблем как пишут быть не должно но вот нужно разрулить эту ситуацию это в случае если забастовка продлится на сейчас идет несколько дней если она продлится там дольше месяца то есть нужно переговоры проводить вот так попали мы в первый раз точнее ну не то что попали столкнулись до этого мы по тв россии слушали что там в европе очень часто люди бастуют выражают вот свое мнение таким образом демонстрируют таким образом свое недовольство что у них маленькие там зарплаты или еще что-то вот а мы все это смотрели по телевизору то там таксисты бастуют то там не на какие-то работники тоже чего-то медики там бастует вот по европе по сша вчера вот эти открыли конфетки нердс или нердс или нердс как они читаются наверно нердс кэнди значит а много вот таких вот пачек было ведь уже подделим а в пачке для нас был сюрприз там вот такие конфетки крошечные очень маленькие мелкие мелкие они такие кисло сладенькие потому что не такие мелкие конечно оказалось сюрпризом и вот это открыли мы здесь еще никогда не покупала такие ора с соусом то есть сами печеньки полностью черные вот такие шоколадные и отдельно идет соус тебя понравился валя этот соус это от этих ну да как вот вале понравилось больше не понравилось их там короче всего три штучки в упаковке 10 побаловаться детям и это побаловать это я выложила яблоки чтобы не забыть есть чтобы они не были холодные вкусные яблоки они вообще не пахнут покупали в волмарте они там лежат в волмарте в такой упаковке в пакете из бумаги в общем они вкусные я люблю мягкие яблоки не люблю дубовые твердые какие-нибудь там кислые я люблю вот такие мягкие сладкие рыхлые еще обожаю такие крупные они желтого цвета я их называю банановое яблоко тоже они имеют такой вкус вкусный вкус вкусный и аромат приятный давно хотела еще поделиться я обнаружила такую вещь в общем у нас в северной каролине но я думаю везде в принципе по штатам можно записываться в такие туры по заводам по фабрикам не знаю может быть кому-то это интересно такая идея я нашла даже сайт и вот он у меня я хотела давно поделиться я его потеряла сейчас попробую поискать тогда если найду покажу вам и там вот все заводы северной каролины перечисленные какие там туры можно вообще в принципе на какие туры можно попасть адреса этих фабрик чем будут фабрика занимаются то есть зайти абсолютно вот так сказать легально возможно предварительно нужно ну скорее всего записаться договориться и у тех у кого англии с английским все в порядке у тех конечно возможности больше что-либо понять мне например идти в тур по фабрике мне это ничего не даст но мне не особо хочется если честно смотря какая фабрика может быть кондитерская фабрика меня бы конечно заинтересовала а какая-нибудь там фабрика не знаю мебели каких-нибудь там я не знаю не знаю чего даже это пластмассы пластмассы да меня мало интересует здесь по северной каролине несколько фабрик вот этих заводов так что вот кому интересно сейчас поищу если найду поделюсь сайта да и там где я вообще прочитала эту информацию что существует вот такие туры по фабрикам сша я читал что это абсолютно бесплатно так что вот попробуйте за меня попробуйте мне сейчас особо нет нет возможности путешествовать вот по фабрикам но как только будет можно конечно осуществить мальчика мне кажется будет интересно попасть например на какой-нибудь автомобильный завод все классная вещь у нас погода сегодня вообще не пойми какая солнце и туч главное нету вот какое-то мутное небо солнце нету вот непонятно что и меня сегодня колбасит как-то мне что-то плоховастенько я нашла сайт легко гуглиться можно вот вот так он и забивается туры по фабрикам юсей и здесь можно выбрать вот у меня на skyline и про меня вообще произношу нас с карлайном и далее в 23 тура в северной каролине доступная так как мой английский еще они будут поэтому включила переводчик хотя надо конечно стараться что тут гонки что за такое вот как это вот пожалуйста мебельная компания коррингтон корт мебельная столица тролля-лям кресло чего не там диваны кресла качалки вот это конечно классно но на данный момент вот я даже читать вот проешил ничего не могу расстройство а так раньше видео от французские шоколадные конфеты вышлили фабрика наверно какая-то можно было процесс изготовления увидеть попробовать что-то гринвилле рыболовные суда в гринвилле вообще можно почитать что тут еще есть а вот смотрите джулианы такого даже городка не знаю в северной каролине отечественный маслозавод на молочную фирму можно отправиться на фирмы в принципе тут и так люди ездят они устраивают вечно там то праздники какие-то сбор урожая вот студии скрин джеймс studios вилминг там прогуляйтесь по истории киноиндустрии а на главной странице вот фабричные туры по сша всего 50 543 тура штаты здесь можно выбрать здесь есть ссылка зарегистрироваться какую-то там подпись составить в общем посещать вот эти фабрики и написано после посещения при каждой уз экскурсии подпись какой-то стоит у короче кому интересно вот зайдите зайдите и разберитесь прославление американского воображения и трудолюбия я тут давно скачала приложение которое пользуется популярностью в америке и я думаю все о нем слышали это приложение юка которая помогает людям понять хороший это продукт или плохой и вот я скачал это давно но попробовала только сегодня это приложение пользоваться просто нужно сосканировать вот этот штрих-код и приложение показывает сколько баллов из так чем выше тем лучше и не пишет собственно там берет пола и или гуд вот этот продукт не дотягивает до гуд потому что здесь содержится якобы какая-то добавка одна не очень хорошая содиум бикарбонат который я вообще даже не могу увидеть в составе это читаю ингредиенты может может там вот зажала как-то я не знаю чудо не допечатано но его тут нету наверно есть вряд ли приложение прям врет вот этот кремер еще хуже оказался здесь мама 2 не очень хороших добавки здесь есть вообще ряд бикарбонат ну да вон он содиум бикарбонат прям видно отсюда и что-то еще тут не очень хорошая и короче внизу программка рекомендует какие кремеры получше так что вот это очень удобная функция значит у кремеры получше фирмы колифия я уже покупала вот надо к ним возвращаться они по моему подороже совсем дешевый я его право я выбрала обалдии так что покупать колифе там еще много брендов но вот какие-то в трейдер джоу вас написано продается что-то там я вообще первый раз видела колифии у нас в принципе достаточно в ближайших магазинах вот эта фигня вот как я сказала она вот и есть фигня она вообще проверку не выдержала там что-то по-моему то ли 0 вообще из 100 в общем это просто бэд 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 но никто не сомневался вот эти все печеньки естественно содержит всякие добавки валины палочки сосканировала читас тоже но читас получше как ни странно чем вот это в читасе красителя не очень хорошая содержится вот эти желтые краситель вот это к счастью порвалась у меня упаковка где штрих-код поэтому не буду сканировать но понятно да ничего хорошего здесь нету оливки состав просто excellent что продолжаем кушать оливки 72 из 100 написано excellent а вот сосканировала вот это печенье и сейчас покажу вот он у меня аналог great value этот из волмарта состав good хороший не excellent но good добавки есть но они не красным горят то есть мне не какие-то там ужасные терпимые что-то это печенье ожидаемо хорошая вот это у меня уже открыто я его уже ем хочу сегодня вот это чаю как раз что надо купить были бы еще еще побольше вкусов самых разнообразных есть еще с апельсином вот это с корицей с блюберем что еще о каких-то не знаю вкусов заценивали делаю валя хочет маслом бегу единственное злоупотреблять этим приложением конечно не стоит иначе кушать вообще собственно просто будет нечего сейчас к сожалению многое до содержит добавки раньше просто часть добавок не так полагаю просто не была указана на упаковке производителя наверняка часть умалчивали не указывали ну такая вот ситуация просто возможно нужно избегать совсем уж какие-то вредных добавок совсем уж химозных продуктов вот форму пожалуйста но листа но так чтобы питаться это нужно питаться какой-нибудь не знаю зеленая травка выращенная у себя на заднем дворе и пить воду из собственного колодца чистого желательно несквик тоже пропикала несквик какао учеток состав ту шугар слишком много сахара там показала еще что-то тоже не помню но не настолько критично как ора ора конечно вообще убивает и вот это спекулус попробуем очень много еды опять во влогах мы ели такое с шоколадная начинка это и залги немецкое печенье а это с белая начинка и мы так и не поняли что такое спекулус можно принципе уже наконец-таки а ну вот же написано наполненная просто она тут просто с этим спайсит кукиш как-то но пахнет специями как раз имбирь напоминают эти все вещи предрождественская вкусно тут крем делать какой-то такой вот структуры такой южноватой